Так, ну ладно, мы, наверное, готовы уже начинать, да, семинар? Угу. Тогда здравствуйте всем, спасибо, кто подключился. Сегодня у нас на семинаре приглашенный докладчик Виктория Манюхина, аспирант Высшей школы экономики, сотрудник центра банкета инфилографии МЭК-центра. И сегодня она расскажет об одном исследовании, которое они там проводят. Вот, Виктория. Да, всем добрый день. Так, сейчас шарим. Вот так. Да, в общем, да, всем добрый день. Сегодня я хотела рассказать о нашем недавнем исследовании. Как раз недавно мы его опубликовали, поэтому можно что-то уже более однозначно сказать. Оно будет... Ну, и сегодняшний доклад я немножко в упрощённой форме проведу, потому что там было довольно много всяких довольно детальных изложений. И в целом весь этот проект был немножко о том, как гормоны влияют вообще на мозг, немножко о том, как влияют на мозг гормоны при определённом расстройстве, связанном с гормональными эффектами, и немного о других вещах, о которых я тоже немножко скажу. Ну, соответственно, я думаю, что все более-менее слышали, что гормоны, даже половые гормоны, которые напрямую связаны с половыми функциями, они не только, собственно, регулируют эти функции, но также и влияют на наш мозг. Причём это не какая-то случайность, что вот так просто они... Так случилось, что попадают в мозг и там оказывают какие-то эффекты. Они не только продуцируются в половых железах, но некоторые из них продуцируются и напрямую в мозге. То есть они работают как настоящие нейромедиаторы, осуществляют свои какие-то функции. То есть это довольно такое серьёзное поведение, это определённый механизм, который как бы зарегламентирован и работает довольно надёжно. Таким образом, половые гормоны, они оказывают в мозге... Они влияют на нейроны определённым образом, и таким образом влияют на восприятие, память, эмоции, естественно, принятие решений, всё это взаимосвязано. И в связи с некоторыми моментами, которые я скажу чуть позже, нам было как раз-таки интересно посмотреть, как же эти гормоны, собственно, влияют на работу головного мозга. Как это вообще понять? Сразу скажу, что, конечно, можно было бы взять людей, которые принимают какие-то гормональные препараты, но это немножко другая ситуация. Гормоны вообще производят очень-очень много разных действий в организме, и когда вы просто принимаете гормоны, это уже совсем другое, чем когда они у вас просто продуцируются в каких-то своих естественных концентрациях, находятся в разных местах и в теле, и в мозге. И, в общем, самое хорошее, наверное, как можно понять, как всё-таки гормоны в нормальной ситуации влияют на мозг, это посмотреть на их нормальные естественные колебания, собственно, в организме. Ну, а если уж мы хотим какие-то естественные контролируемые колебания, то как бы сам Бог велел посмотреть на менструальный цикл женщин, потому что в течение определённого периода, да, от 20-ти скольки-то до 30-ти скольки-то дней у вас наблюдаются такие закономерные колебания уровня гормонов. Два ключевых из них – это эстрадиол и прогестерон. Весь цикл при этом можно условно разделить на две фазы. Первая половина будет фолликулярная фаза, вторая фаза – это лютеиновая. И всегда, когда цикл начинается, концентрация этих обоих гормонов довольно низка. Дальше она начинает расти для эстрадиола. И первый пик эстрадиола достигается ближе к середине цикла овуляции. Дальше он спадает, достигается второй пик где-то в середине лютеиновой фазы. И опять он спадает к новому циклу. С прогестероном всё более просто. Он практически на нуле всю фолликулярную фазу начинает расти только в районе овуляции и достигает своего пика в лютеиновой фазе где-то в середине. Соответственно, такое поведение гормонов наблюдается из цикла в цикл. И поэтому, если вам интересно влияние гормонов, то это очень удобно взять и посмотреть, а как же, собственно, они влияют. Соответственно, поэтому мы стали исследовать менструальный цикл женщин. Ну и, собственно, как же влияют эти гормоны на мозг? У них целый ряд различных эффектов. Как я сказала, гормоны в самых разных направлениях действуют. Но в целом, если вы возьмёте обычную здоровую женщину, и вы проведёте с ней какие-нибудь тестирования где-нибудь в фолликулярной фазе, в лютеиновой, ну это будет плюс-минус то же самое. Хотя на самом деле некоторые когнитивные изменения есть. Вы их можете даже обнаружить для каких-то когнитивных тестов. И в нейрофизиологических задачах тоже. Но, как правило, эти изменения не слишком большие. Всё равно перед вами примерно тот же самый человек. Но примерно у 2-5% женщин, если вы с ними пообщаетесь, фолликулярную фазу и в лютеиновую, вам покажется, что это два абсолютно разных человека. Почему? Потому что по каким-то причинам вот это влияние гормонов на них очень-очень сильное. У таких женщин такое вообще состояние называется предминструальное диасфорическое расстройство. Оно недавно было внесено в группу депрессивных расстройств. Соответственно, в фолликулярной фазе с женщиной всё в порядке. Это её обычное состояние, как у всех людей. То есть она может быть весёлая, может быть грустная по каким-то определённым причинам. Дальше происходит что-то, и у неё, грубо говоря, начинается очень тяжёлый депрессивный период. То есть чаще всего люди не способны работать в это время, не способны нормально коммуницировать. Очень частые суициды, какие-то и эмоциональные всплески, и физическое состояние очень плохое, потери концентрации. В общем, всё плохое в очень разных комбинациях. То есть это не что-то 100% стабильное. Это может варьироваться от цикла к циклу в зависимости от стрессовой ситуации, в фолликулярной фазе, например, ещё чего-то. Но, тем не менее, в целом, жизнь делится на до и после. Каждый месяц, половину месяца ты живёшь, половину месяца ты умираешь. То есть довольно такое серьёзное расстройство. Почему это происходит? До конца непонятно. Механизмы этого изучаются. Дело точно не в концентрации гормонов. Концентрация гормонов у них примерно такая же. Есть небольшие отличия, но они не систематично прослеживаются в литературе. Считается, что тот, кто влияет на это всё, это гормон прогестерон. А именно даже не он сам, а другой гормон, который производится из него в течение лютеиновой фазы, где его много, это гормон аллопрегнонолон. Это его метаболит. Он просто производится, когда много прогестерона, условно говоря. И вот он является агонистом габорецепторов. Это тормозные ключевые рецепторы в нервной системе. Считается, что каким-то образом, может быть, он действует не на все рецепторы, может быть, если больше концентрация этих рецепторов на каких-то определённых клетках, то есть, возможно, какая-то специфичность. В общем, этот гормон действует таким образом, считается, что он способен вызывать некоторый дисбаланс между возбуждением и торможением в мозге. И считается, что вот этот дисбаланс между возбуждением и торможением как раз-таки может быть причиной вот этого изменения психоэмоционального состояния нескольких, да, какого-то процента женщин в лютеиновую фазу, ввиду, почему именно у них, возможно, у них какие-то генетические особенности рецепторов, которые к этому предрасполагают, может быть, ещё что-то. Это пока что до конца не изучено, но предполагается, что одна из возможных идей почему – это вот этот дисбаланс между уровнем возбуждения и торможения. Это понятие возбуждения и торможения, оно на самом деле, хотя звучит очень общо, под ним лежит довольно глубокий и далёкий концепт, который был создан довольно давно, ещё до 2000-х годов, когда было обнаружено, что если вы регистрируете нейронную активность, регистрируете возбуждающие тормозные токи, то вы, например, подаёте возбуждающий вход на нейрон, вы обнаруживаете возбуждающий ответ, и следом за ним с небольшим временным интервалом идёт примерно такой же по амплитуде тормозный ответ. То есть вот у вас возбуждение, за ним следует торможение примерно той же амплитуды с небольшой временной задержкой. И это будет наблюдаться при, грубо говоря, любой амплитуде вот этого возбуждающего входа. То есть, грубо говоря, амплитуда возбуждения, происходящего в нейроне, будет сопровождаться увеличением амплитуды торможения в данном конкретном нейроне. Это то, что касается отдельных нейронов. Сейчас всё же, когда... Да, это наблюдалось довольно часто. Это в разных нейронных сетях, в разных нейронах. И таким образом, в целом, довольно давно считалось, что этот концепт возбуждения торможения является некоторым ключевым механизмом работы нашего мозга. Что, в принципе, можно понять в отношении как бы такого сохранного механизма, да, потому что если у вас происходит избыток возбуждения в мозге, да, то нужно его скомпенсировать достаточным уровнем торможения. Иначе, да, возбуждение распространится по всему мозгу, будет эпилепсия и будет плохо. Чтобы так не было, соответственно, существуют такие вот механизмы, которые позволяют сбалансировать уровень возбуждения и торможения в мозге. Благо у нас все нейроны либо возбуждающие, либо тормозные, да. Понятно, что там разные типы, но суть в том, что, несмотря на разные типы, несмотря на то, что во временной динамике, в структурной, функциональной, это очень много, конечно же, разных отличий и всего прочего, но в целом мы наблюдаем, что существует некоторый баланс. И это кажется довольно каким-то резонным правилом организации работы, функционирования нервной системы. Вот. И когда я говорю о балансе, конечно же, я имею в виду какой-то более глобальный уровень. На самом деле, если мы говорим про баланс возбуждения и торможения, его можно наблюдать и на более низких уровнях. Даже на структурном, если вы посмотрите на уровень отдельного нейрона, то можете обнаружить, что число возбуждающих тормозных синапсов остаётся примерно одинаковым на протяжении нескольких фрагментов тендрита. Если вы пойдёте чуть выше, посмотрите на нейросеть, я имею в виду нейросеть, которая не нейросеть, а нейросеть, которая сеть из нейронов, нормальных, живых, то число возбуждающих и тормозных клеток также контролируется. То есть их численность компенсируется, соответствует таким образом, чтобы опять-таки наблюдался баланс, наблюдается некоторое соотношение. И, соответственно, когда мы говорим о функциональном уровне, функциональном балансе между возбуждением и торможением, он обусловливается, во-первых, этим структурным балансом между возбуждающими и тормозными элементами. Но не только. Соответственно, функциональный уровень также дополнительно поддерживается различными гомеостатическими механизмами, то есть механизмами поддержания равновесия в физиологической системе. И также различными механизмами, формирующимися на этапе развития, то есть начиная от рождения до пубертатного периода и далее. То есть существует целый ряд механизмов, которые позволяют поддерживать вот это функциональное равновесие между возбуждением и торможением. Таким образом, в сухом остатке я хочу сказать, что то, что мы понимаем под балансом возбуждения и торможения, это некоторый сбалансированный уровень возбуждающих и тормозных токов как правило внутри какой-то нейросети. То есть, как я сказала, это наблюдается и на более низких уровнях, но когда мы говорим, естественно, в исследованиях человек, как правило, нас интересуют более крупные единицы. То есть можно говорить о балансе возбуждения и торможения внутри какой-то нейронной сети. Здесь важно сказать, что, естественно, это не какой-то статический баланс. Естественно, в системе происходят вспышки, идея в том, что баланс поддерживается на каком-то определенном достаточном временном интервале. То есть происходит вспышка, и система возвращается в свое равновесие. И важно также отметить, что это не какое-то статическое равновесие, это динамическое равновесие. То есть возможны различные конфигурационные перестройки между нейронами, перестройки синапсов, но они в конечном счете организуются так, то есть система эволюционирует, развивается таким образом, чтобы, тем не менее, вот этот баланс сохранялся. То есть это какой-то вот, ну, кажется, что это какой-то один из ключевых принципов организации работы вообще нашего мозга. Вот. Но, собственно, а что же тогда будет, если этот баланс разрушится? И, собственно, почему это вообще может произойти? Ну, причин, конечно, может быть бесконечное количество, потому что, я, конечно, говорю возбуждение, торможение, ну, понятно, что и возбуждение, и торможение – это как бы мультиразмерные переменные, да, и параметров, и всяких компонентов возбуждения огромное количество, и компонентов торможения огромное количество. Различные типы нейронов, различные типы взаимосвязей в разных нейронных сетях и так далее. Но вот по каким-то работам, что довольно часто происходит, может по каким-то генетическим причинам произойти гибель нейронов или синапсов определенного типа. Или, опять же, по генетическим причинам отсутствуют факторы, определяющие созревание определенного типа нейронов, собственно, в развитые уже зрелые нейроны. В этом случае либо нейроны определенного типа вообще отсутствуют, либо они недостаточно зрелые, то есть они, опять-таки, плохо функционируют. Либо может наблюдаться избыточная или недостаточная экспрессия определенного типа рецепторов, опять-таки, на определенного типа клетках. Это, опять-таки, может привести к дисбалансу. Или, опять-таки, происходит какая-то генетическая особенность, аномалия рецептора. И этот рецептор аномально экспрессируется, и он может работать либо в недостаточную силу, либо он вообще может работать в противоположную сторону. И, конечно, это тоже все приведет к определенному смещению. Ну и что же тогда произойдет? Конечно, в генетике куча всяких вариантов. Что вообще может плохого произойти? Если что-то произошло, далеко не значит, что все теперь будет плохо. Потому что, конечно же, мозг – это очень стабильная, это очень пластичная система, которая всячески пытается скомпенсировать различные дисбалансы. И, скорее всего, если что-то не совсем страшное и не в огромных количествах произошло, то мозг либо просто скомпенсирует этот дисбаланс какими-то новыми силами, которые не подразумевались для этого, но, тем не менее, он его скомпенсирует, либо баланс, соответственно, не получится полностью скомпенсировать, но он скомпенсируется на каком-то немножко измененном уровне. То есть у вас будет не такая картина, что примерно такая же амплитуда возбуждения и торможения, но, например, возбуждение чуть повыше, чем торможение. Это может быть и из-за того, что у вас избыточное возбуждение в системе, которую вы не можете скомпенсировать, и из-за того, что у вас слишком слабое торможение, которое больше не может компенсировать возбуждение. Если эти изменения не очень большие, то, может, и ничего, человек живет, и все более-менее у него даже нормально. Но, конечно, если эти изменения уже серьёзные и в системе совсем не получается скомпенсироваться, тогда будут какие-то серьёзные проблемы, возникновение различных плохих симптомов. Каких, например? Какие механизмы повреждаются, на каком этапе, в какой нейронной сети, в каком количестве? Считается, что можно наблюдать самые-самые разные комбинации, и, конечно же, заболевания будут выглядеть абсолютно по-разному. Но это всё к тому, что, собственно, предминструальное дисфорическое расстройство, возможно, тоже связано с этим дисбалансом, потому что, как я сказала, вначале считается, что оно может быть связано с гормоном аллопригиналоном, который индуцируется прогестероном, который, в свою очередь, влияет на определённые типы тормозных рецепторов и, соответственно, может вызывать некоторый дисбаланс. Как? Точно непонятно. Есть какие-то гипотезы. Но вполне вероятно, что это связано именно с этим. И нам как раз-таки было это довольно интересно поисследовать, посмотреть. Но есть ещё одна проблема. Вот хочу я измерить баланс возбуждения и торможения. Как это сделать? Если у вас мышь, то проблему относительно решаем. Вы можете инвазивно зарегистрировать активность возбуждающих тормозных токов, либо на подъёмной нейроне, либо на группе нейронов, что вы хотите. С человеком, конечно, так сделать нельзя. Требуется найти какие-то неинвазивные биомаркёры, то есть какие-то хорошие коррелята этого возбуждения и торможения, которые вам предоставят информацию не хуже. Согласно нашим предыдущим работам, одним из таких хороших показателей, собственно, являются гамма-осцилляции. Что это за гамма-осцилляция? Это вообще очень высокочастотная активность мозга. Если какая-нибудь альфа-осцилляция, которую почти все регистрируют, они в районе 10 Гц, то гамма идут уже после бета, то есть это от 30 до 100 или даже выше Гц. То есть это очень высокочастотная активность. Почему именно она связана, может быть, с возбуждением торможения? Ну, хотя бы потому, что она напрямую возникает при взаимодействии пирамидных нейронов и тормозных интернейронов. Как правило, в большинстве случаев одного типа – это паралюбомин, содержащий высокочастотно активные тормозные нейроны. И когда они, получается, вступают в это взаимодействие, в цикл как раз-таки возникает гамма-осцилляция. Соответственно, что вызывает гамма-осцилляция? Лучше всего они вызываются такими черно-белыми, высококонтрастными решетками. К сожалению, у человека чем-то другим надежно их вызвать довольно сложно. То есть у вас просто не будет у всех людей ответ. А вот с решетками все довольно хорошо. Соответственно, проще всего их индуцировать именно в первичной зрительной коре. Именно этим, собственно, мы и занимаемся. В прошлых работах было показано, что сама амплитуда именно гамма-осцилляции не очень информативна относительно баланса возбуждения-торможения. Это связано с тем, что амплитуда очень сильно подвержена огромному количеству факторов. То есть это и возраст, и морфология, и даже гормоны, понятно, даже концентрация в воздухе СО2, это тоже будет влиять на гамма. То есть очень трудно сравнивать абсолютные показатели между людьми и делать из этого какие-то выводы. То есть обычно никаких разумных подтверждений тому, что абсолютная мощность гамма-осцилляции связана с балансом возбуждения-торможения, таких работ не было, скорее наоборот, даже в очевидных случаях. Но что мы обнаружили, точнее, это еще до меня было, собственно, наша группа обнаружила, что модуляция гамма-мощности она как раз-таки уже информативна относительно баланса возбуждения-торможения, точнее, уже получается регуляция этого баланса. Почему? Вот у вас есть статическая решетка, она уже вызывает некоторый гамма-ответ. Вот он здесь черненький. Потом вы для того, чтобы увеличивать возбуждающий вход в зрительную кору, вы можете как-то модулировать возбуждающий вход. Да, один из вариантов – это увеличивать скорость движения решеток. То есть с увеличением скорости движения вот таких решеток у вас растет возбуждающий вход в зрительную кору. Что это значит? Если вы увеличиваете возбуждение, это должно вызывать рост торможения. Что мы наблюдаем на гамма-осцилляциях? Сначала при переходе от статических решеток к медленно движущимся, синим, происходит рост гамма-амплитуды. Но затем, вот это не очень на самом деле понятный момент, спекулятивный, когда вы дальше проводите увеличение скорости движения решеток, гамма-амплитуда начинает падать. Что это такое? Когда вы увеличиваете сначала переход у вас от статической к медленно движущейся решетке, вы увеличиваете возбуждающий вход на вот этот цикл. Соответственно, возбуждаются и пирамидный нейрон, и интернейрон. Они начинают работать более активно. Больше нейронов вовлекается в этот цикл. Благодаря тому, что больше возбуждения, соответственно, закономерно получается увеличение мощности. Но дальше-то вы тоже продолжаете увеличивать возбуждающий вход. Почему же мощность падает? К сожалению, на данный момент электрофизиологических работ прямо этого феномена нет. Но есть вычислительные модели. И есть еще одна интересная работа электрофизиологическая, где была проведена регистрация возбуждающих тормозных токов при увеличении не скорости движения решеток, а увеличении контраста. Это немножко другое, но это тоже связано с увеличением возбуждающего входа. Когда вы увеличиваете контраст решетки, вы увеличиваете возбуждающий вход в зрительную кэру. Соответственно, что они обнаружили? Что сначала, да, когда вы увеличиваете контраст, у вас растет возбуждение, растет торможение. Но начиная с какого-то контраста, рост торможения преобладает над ростом возбуждения. То есть что происходит? На самом деле баланс он не постоянный в этом случае, а он смещается в сторону большего торможения. У вас снижается баланс возбуждения и торможения за счет избыточного роста торможения. Почему? Это опять-таки трудно сказать. Это может быть какой-то сохранный механизм, потому что, возможно, такая слишком контрастная решетка. Это уже слишком сильный стимул, и его нужно избыточно подавить. Скорее всего, что-то подобное происходит и в нашем случае, когда мы модулируем скорость движения решеток. То есть сначала у нас просто происходит рост возбуждения, гамма-осцилляции растут, но в какой-то момент торможение начинает преобладать над возбуждением, происходит вот этот спад. Что это означает? Это означает, что вот этот спад, гамма-амплитуды, он отражает, насколько эффективно у вас в мозге работает торможение. То есть если здесь это гамма-синхронизация, это то, насколько у вас, грубо говоря, эффективно способны взаимодействовать друг с другом пирамидный нейрон и интернейрон, то вот этот спад, он отражает, насколько эффективно тормозная система в мозге способна скомпенсировать избыток растущего возбуждения. И это мы показывали в прошлых работах, что действительно, чем резче вот этот спуск у человека, тем эффективнее у него торможение, тем меньше у него, например, проблем с сенсорной чувствительностью, то есть с избыточной чувствительностью к яркому свету, громким звукам. То есть это, кажется, действительно довольно такой работающий механизм, который мы уже в ряде статей рассматривали и описывали. Вот. Соответственно, в этой работе мы опять-таки хотели посмотреть именно на то, как гамма-осцилляции модулируется в результате увеличения, изменения скорости движения решеток. Вот. И, собственно, что же мы ожидали обнаружить? У женщин с ПМДР, да, с вот этим расстройством предменструальным, мы ожидали обнаружить вообще в целом повышение баланса возбуждения торможения, которое будет чем сопровождаться. Мы ожидали, что у них будет снижена супрессия гамма-ответа от медленной к быстрой скорости, то есть вот это у них будет нарушено. Мы ожидали, что будет изменение частоты гамма-осцилляции. Я об этом не сказала, но здесь вот вы тоже можете видеть, что если амплитуда гамма-осцилляции меняется, то частота постоянно растет, когда вы увеличиваете скорость. Это означает, что тормозные нейроны увеличивают и увеличивают свою активность с увеличением возбуждающего входа в зрительную систему. То есть частота, согласно некоторым работам, частота гамма-осцилляции отражает возбудимость, тоническую активность паралебуминовых тормозных нейронов. Таким образом, если у нас частота растет, то у нас растет возбудимость тормозных нейронов определенного типа, которые вовлечены в гамма-осцилляции. Мы ожидали, что будут изменения, связанные с частотой гамма-осцилляции у женщин с ПМДР, так как считается, что у них нарушено именно торможение. Дальше также мы рассматривали одну задачку, о которой я скажу уже, когда буду про нее рассказывать результаты. Мы изучали, кроме вот этих гамма-осцилляций, еще одну психофизическую задачку – феномен пространственного подавления. Этот феномен связан с торможением. Соответственно, так как вот это расстройство пременструально связывают с нарушением торможения, мы ожидали, что там будут как раз-таки нарушения, связанные с вот этим феноменом. Мы ожидали, что там будет снижение… Ну, в общем, ладно, скажу потом. И, соответственно, мы ожидали, что вот эти вот нарушения торможения, они будут связаны, коррелировать с тяжестью симптоматики у конкретной женщины. Вот. Где мы это все рассматривали? Мы все рассматривали в первичной зрительной коре, как я сказала, потому что гамма-осцилляции надежно не вызвали в других областях, к сожалению. Но почему именно в зрительной коре такие мощные гамма-осцилляции? Потому что она очень богата гамма-рецепторами. То есть это, в принципе, вполне логично, что если мы ожидаем обнаружить какие-то изменения, связанные с гамма-рецепторами, которые наблюдаются при вот этом расстройстве, то мы ожидаем их обнаружить в области мозга, где этих гамма-рецепторов очень много. Соответственно, вот здесь мы ожидали что-то найти. Когда мы ожидали обнаружить вот эти изменения, связанные с торможением, в лютеиновой фазе цикла женщины с предминструальным расстройством, это именно тот период, где у них проявляются симптомы. Соответственно, в фолликулярной фазе мы ожидали, что этих изменений не должно быть, потому что там у них симптомов нет, там у них всё хорошо. Вот. Что же мы делали? Кто же у нас был? У нас было 27 контрольных женщин, то есть женщин без выраженной предминструальной симптоматики. У нас было 20 женщин с предминструальным дисфорическим расстройством. Они были диагностированы на основе опросника, который они заполняли на протяжении двух или трёх циклов каждый день. Это порядка 21 вопроса. Это диагностировочный опросник, который сертифицирован и используется для диагностики ПМДР. Соответственно, для того, чтобы диагностировать женщину, у неё по крайней мере в двух из трёх циклов должны совпадать симптомы с этой специфической симптоматикой этого расстройства. Что мы делали с этими женщинами? Женщины к нам приходили два раза в фолликулярную и в лютеиновую фазу. Кто, когда. То есть мы балансировали эти приходы. Каждый визит включал в себя следующее. Перед приходом они сдавали в инвитро эстрадиолопрогестерон. Далее приезжали к нам, выполняли задание в МЭГе. И дальше выполняли психофизическую задачу. После двух приходов они вышли на МРТ. И данное МРТ мы в последствии использовали для анализа на источниках. Что происходило во время задания МЭГа? Как я сказала, мы используем такие черно-белые решётки для индукции гамма-осцилляции. Соответственно, было четыре типа решёток. Статические, медленные, среднедвижущиеся и быстрые. Каждого типа по 90 штук. Они менялись в трёх сессиях. В общем, предъявлялись в случайном порядке. Дальше эти данные обрабатывали. Собственно, проводили анализ на источниках, на индивидуальных мозгах. Мы отбирали 26 вертексов мозга, в которых гамма-ответ был максимальный. То есть активность в гамма-диапазоне во время стимула относительно престимула. Мы отбирали активность в этих 26 вертексах. Её усредняли, считали спектры, как я показывала на предыдущем. То есть для каждого человека такой спектр получается. Четыре штуки. И по ним рассчитывали гамма-мощность, гамма-частоту. Что за психофизическая задача? Психофизическая задача – это поведенческая задача. Человек садился перед компьютером. Ему предъявлялись такие вот чёрно-белые решётки, вертикальные. Они были либо маленькие, либо большие. И они двигались либо направо, либо налево. Ну, соответственно, стимул находится в серединке. И полосочки движутся либо направо, либо налево. Задача человека была просто нажимать на кнопку и определять, куда движется этот стимул. Хотя можно подумать, что определять направление движения большого стимула проще, потому что он же большой, его же лучше видно. На самом деле это не так. Было показано, что направление движения большого стимула определять сложнее, чем маленького. Это связано как раз-таки с феноменом пространственного подавления. То есть на самом деле большой стимул воспринимается вашим мозгом как нечто, как фон, который нужно затормозить. Так вот, чем сильнее ваш мозг тормозит этот фон, вот этот большой стимул, тем сложнее определять направление движения. Соответственно, если мы посмотрим разницу между временем, которое вам достаточно для распознавания движения этой решетки, для большого стимула и для маленького, посчитаем разницу. Такой как бы фреш-холд у нас получается. Какое время достаточно для распознавания движения большого стимула и какое время достаточно для распознавания движения маленького стимула. Вот эта разница, она получается, обозначается как special suppression index, то есть индекс пространственной супрессии, и он отражает эффективность торможения. Чем он выше, тем, соответственно, больше торможения в мозге. Но это немножко другое торможение, чем у гамма. Но, тем не менее, как бы очень тоже интересная штука, которая мы считали может быть нарушена у женщин с ПМДР, так как у них считается, что нарушено торможение. Вот. Теперь результаты. Во-первых, хочу показать картинку, как выглядит вообще симптоматика у наших женщин с пременструальным расстройством. Как я сказала, они заполняли каждый день на протяжении 2-3 циклов свои симптомы. И здесь я их усреднила. Соответственно, максимально можно было набрать 6 баллов по всем шкалам. Соответственно, это среднее означает, что в среднем у них по 20 шкалам порядка 4 из 6. Это, в принципе, довольно сильная симптоматика. Это среднее и это индивидуальные картинки. Вы можете видеть, как меняется симптоматика относительно первого дня цикла. То есть до начала цикла симптоматика растет, растет, растет. И дальше, уже даже чуть-чуть перед началом цикла, она начинает падать. Это как раз-таки тоже можно связать со снижением прогестерона, который начинается тоже чуть заранее. И, соответственно, уже в начале цикла все хорошо, симптоматика практически близка к единице-двойке. Мы собирали некоторые опросники относительно наших испытуемых. Мы собирали опросник по тревожности для одной и второй группы испытуемых, для того чтобы посмотреть, как они себя ощущают, потому что у нас было два визита, и мы предполагали, что у нас могут быть отличия по тревожности в первый и второй визит. И, соответственно, кроме этого, мы дополнительно просили женщин с предминиструальным расстройством заполнять опросники на депрессию, на биполярное расстройство. Не потому что, к сожалению, мы могли бы их разделить на отдельные подгруппы по этим симптомам, но хотя бы чтобы иметь какое-то представление об их коморбидностях, потому что примерно в 50% случаев у женщин с ПМДР также наблюдаются коморбидные расстройства, такие как тревожно-депрессивные расстройства, большое депрессивное расстройство или биполярные расстройства. Ну и, соответственно, что интересно, у контрольных женщин по сравнению с женщинами с предминиструальным расстройством был снижен уровень тревожности, причем специфично в лютеиновую фазу, то есть когда симптоматика развивается, у женщин с предминиструальным расстройством повышенная тревожность, ну что, в принципе, мы могли бы ожидать, просто рады, что это, в принципе, соблюлось. Относительно гормонов. Я говорила, данные по гормонам, мы их, конечно, собирали и немножко смотрели, но не очень к ним серьезно относились, потому что данные в литературе о гормонах очень сильно разнятся при этом расстройстве, и были исследования, которые постоянно мониторят уровень гормонов. Тем не менее, что мы наблюдали в целом, это что действительно прогестерон практически на нуле в фолликулярной фазе, что в одной, что в другой группе, при том, что он, в принципе, довольно высокий в лютеиновой фазе, и где он и должен быть высоким. Эстрадиол, в принципе, был близок к пику, что в первом случае, что в втором, немножко варьируясь в фолликулярной фазе, потому что там он растет. То есть, в принципе, динамика гормонов была нормальная. Были некоторые различия между группами. В частности, мы обнаружили, что лютеиновый прогестерон снижен у женщин с ПМДР, но и отношение эстрадиола к прогестерону, наоборот, повышено у женщин с ПМДР. Но мы всерьез не анализировали, опять-таки, вот эти данные, из-за того, что очень много разных данных в литературе насчет этих гормонов. Кто-то показывает снижение прогестерона, кто-то повышение прогестерона. Но кажется, что это все не очень сильно важно, либо динамика довольно сложная. Что мы дополнительно проверили, это что, по крайней мере, вот эти изменения, то, что здесь значимо меняется в гормональных концентрациях, это не коррелирует с значимостью тяжести и симптоматики. По крайней мере, даже тенденции не было. Что было более интересно, так это гамма-частота. Мы возлагали на нее надежды, потому что гамма-частота связана с торможением. Мы ожидали, что у женщин с ПМДР будут какие-то особенности. То есть, либо у них не будет расти частота от фолликулярной клютейновой фазе. В предыдущей работе, которая была проведена с нормальным менструальным циклом ЭГЭ-исследования, они показали, что гамма-частота растет от фолликулярной клютейновой фазе. Мы ожидали то же самое найти у контрольных женщин и ожидали, что что-нибудь будет нарушено у женщин с ПМДР. Ничего подобного. У контрольных действительно был значимый эффект фазы менструального цикла. Действительно, если вы посмотрите на среднее, то от фолликулярной клютейновой вроде как частота растет. Но если вы посмотрите более детально на эти картинки, а именно что мы сделали, мы еще увидели, что там есть значимый эффект фазы на визит. Что это такое? Это фазы менструального цикла на визит прихода. То есть, грубо говоря, был ли это первый визит в МЭК-лабораторию или второй визит? Вот если вы посмотрите отдельно на эти две картинки, частота гамма-осцилляции в зависимости от фазы цикла. Первый визит в лабораторию и второй визит в лабораторию. То есть, когда первый визит был в фолликулярную фазу и первый визит был в лютейновую фазу, результаты абсолютно разные. В фолликулярную фазу никаких значимых изменений и, наоборот, даже снижение частоты. То есть, это противоположно предыдущему результату. Это контрольные женщины. А в лютейновой фазе всё очень было значимо. То есть, рост гамма-частоты наблюдается именно в лютейновую фазу. И этот общий эффект фазы, наблюдаемый для контрольных женщин, по всей видимости, обусловлен именно теми женщинами, которые в первый раз пришли в лютейновую фазу. Это был очень неожиданный результат. Можно долго спекулировать, из-за чего это происходит. Но на самом деле это нечто, что, в принципе, можно было бы ожидать. То есть, в предыдущей работе показали, что гамма-частота растёт в лютейновой фазе цикла. Но если подумать, если почитать литературу, которая вообще есть на тему, это контринтуитивно. То есть, это не должно быть так. Почему? В лютейновой фазе растёт прогестерон и алопригнолон. Это, в свою очередь, увеличивает количество рецепторов определённого типа. Эти рецепторы, что было показано на мышах, и даже в одной работе на мышах это было показано именно на эстральном цикле. Да, он, конечно, не менструальный, но всё-таки эстральный цикл. Увеличение этого типа рецепторов приводит к снижению гамма-частоты. Тогда как работа на людях показала, наоборот, увеличение гамма-частоты. Это очень было странно. То есть, ну, мы как бы с этим, конечно, собирались жить. Но нас очень порадовало, что оказалось, что похоже, что это просто эффект визита. Потому что в фолликулярной фазе действительно, да, даже чуть-чуть в обратную сторону эта частота идёт. А вот в лютейновую всё совершенно по-другому. Но, очевидно, это какие-то другие механизмы. Покопав немножко литературу, мы нашли, что, возможно, это связано с взаимодействием между стрессом и уровнем гормонов. То есть, там действительно происходит некоторый механизм, по крайней мере, в эмоциональных областях, да, там, связанных с эмоциями. Соответственно, и там происходит, наоборот, как бы некоторое такое переключение. И то, что работало на торможение, начинает работать на возбуждение. Ну, в общем, не ударяюсь сильно в подробности, но очень забавный эффект. Что мы ожидали обнаружить? Ну, хорошо, это у контрольных. Но у PMDD, да, если у них, соответственно, нарушены механизмы торможения, должно что-то быть не так. Вот ничего подобного, у них всё было абсолютно точно так же. То есть, никаких значимых отличий между группами, ни по абсолютной частоте, ни по модуляции частоте. Всё то же самое. То есть, что это говорит? Скорее всего, это говорит о том, что действительно у PMDR нет нарушений торможения. То есть, по нашим данным, по крайней мере, паральгуминовые нейроны, которые генерируют гамма-осцилляцию, у них не нарушены. Но что же тогда плохо? А что плохо, нам показали мощность гамма-осцилляции, а именно модуляция гамма-осцилляции. Во-первых, снова, как и в предыдущих работах, если вы посмотрите просто на абсолютное значение, здесь никаких отличий не будет. Но если вы посмотрите на модуляцию, то отличия появляются. Мы обнаружили значимый эффект взаимодействия скорости на группы. То есть, что это значит? Модуляция мощности гамма в одной группе отличается от модуляции мощности гамма в другой группе. Чтобы это посмотреть более детально, мы разделили эффект на восходящем склоне и на нисходящем. Почему? Потому что я еще до этого сказала, что это разные процессы. То есть, здесь это механизм гамма-синхронизации, который в первую очередь, скорее, будет обеспечиваться тем, насколько готовы синхронизироваться пирамидные нейроны с интернейронами, потому что их надо разогнать. А здесь вот эта супрессия, она практически полноценно обеспечивается торможением, то есть интернейронами. Насколько интернейроны способны затормозить вот это избыточное возбуждение. Действительно, вот эти две вещи, они абсолютно не коррелируют по нашим предыдущим работам тоже. Это абсолютно разные процессы. Соответственно, мы оценили показатель гамма-фасилитации и гамма-супрессии на нисходящем склоне. Что обнаружилось? Обнаружилось, что независимо от фазы цикла у женщин с ПМДР повышена гамма-фасилитация. То есть у них повышена способность нейронов вступить, осциллировать на гамма-частоте. Почему? Это опять-таки спекулятивно, опять-таки очень хочется каких-то физиологических работ на эту тему, но вполне возможно, что это связано с повышенной возбудимостью их пирамидных нейронов, то есть просто конституционально. Это может быть какие-то генетические особенности, что обеспечивает общую повышенную возбудимость пирамидных нейронов. Это независимо от фазы цикла, это не коррелирует с симптомами. Что же насчет гамма-супрессии? То есть что у них со способностью к торможению? Здесь что можно сказать? Сначала скажу про здоровых женщин. У здоровых женщин гамма-фасилитация не меняется, как и у ПМДР. В фолликулярной фазе, в лютеиновой все то же самое. А вот гамма-супрессия у женщин здоровых, у которых нет симптоматики, она увеличивается от фолликулярной к лютеиновой фазе. Почему? Опять-таки, немножко спекулятивно, но согласно предыдущим работам, вот этот рост аллопрегминалона, он увеличивает возбуждение, в принципе, у всех женщин. Другое дело, что у каких-то женщин этот рост возбуждения способен скомпенсироваться в лютеиновой фазе, а у каких-то почему-то нет. Соответственно, возможно, что как раз-таки нормальная ситуация, это когда в целом уровень торможения растет в лютеиновой фазе. И, соответственно, у женщины вроде то же самое. Но что происходит, если этого торможения оказывается недостаточно? То есть у нас избыточное возбуждение, в фолликулярной фазе еще ничего, а вот в лютеиновой еще добавляется возбуждение. И получается, что, видимо, у женщин с предменструальным расстройством этого возбуждения оказывается слишком много. У них недостаточно торможения, чтобы скомпенсировать возбуждение. И что мы видим? У них нет изменения между фолликулярной и лютеиновой фазой, у них нет роста вот этого торможения. Здесь, конечно, разные механизмы, но, по крайней мере, наши результаты по чистоте говорят о том, что в целом торможение у них сохранно. А вот возбуждение, похоже, что повышено. Что еще подтверждает то, что действительно именно эффективность гамма-супрессии связана в лютеиновой фазе с уровнем симптоматики. То есть, грубо говоря, насколько торможения достаточно, чтобы скомпенсировать возбуждение. Вот настолько, насколько будут выражены симптомы. Если торможение не может скомпенсировать возбуждение, симптомы будут выраженными. Собственно, мы просто оценили корреляцию между гамма-супрессией в лютеиновой фазе у женщин с ПМДР и выраженностью симптоматики. Действительно, была обнаружена такая корреляция, что чем больше симптоматика в день прихода, когда они к нам пришли, тем более снижена, то есть недостаточно у них гамма-супрессия в лютеиновой фазе, именно в лютеиновой. Соответственно, это я все более-менее сказала уже на предыдущем слайде про общую эту идею того, что это нам говорит. То есть общая идея, мы считаем, что у нас повышен уровень возбуждения, в принципе, независимо от фазы цикла у женщин с ПМДР. Но в лютеиновой фазе, так как происходит дополнительное повышение уровня возбуждения, то оно у них не может уже скомпенсироваться. О том, что что-то ненормально, говорят отсутствие корреляции между ростом гамма-частоты и гамма-супрессии у этих женщин. В норме она должна коррелировать, это было в прошлых работах, и в этой выборке у контрольных женщин корреляция есть между гамма-частотой и гамма-супрессией. У женщин с ПМДР этой корреляции нет. Психофизика, здесь просто кратко тоже скажу, что она также подтвердила ту гипотезу о том, что, похоже, торможение у женщин с ПМДР не нарушено. То есть, если бы торможение было нарушено, мы ожидали обнаружить какие-то изменения вот этого индекса пространственной супрессии между двумя группами. Этого не было абсолютно. А что было? Была тенденция даже к повышению уровня торможения в фолликулярную фазу у женщин с ПМДР, относительно фолликулярной фазы у женщин с контрольными. То есть, возможно, у этих женщин даже компенсаторно повышен уровень торможения, когда он может быть повышен. Но в лютеиновой фазе что-то происходит. В лютеиновой фазе у них значимо снижается этот уровень торможения, который нам описывает вот этот индекс. Соответственно, происходит снижение. У контрольных женщин нет изменений вот этого уровня торможения между фазами цикла. А у женщин с ПМДР есть. То есть, что-то у них нарушается в лютеиновой фазе. Таким образом, резюмируя наши конечные результаты, во-первых, хочется сказать именно про контрольных испытуемых. Напомнить, что даже здоровый менструальный цикл оказывает влияние на показатели активности головного мозга. То есть, в нашем случае это были гамма-частота, модуляции мощности гаммы. Вполне в каком-то разумном направлении. И это нужно иметь в виду, когда вы проводите исследование. Но помимо фазы цикла, что мы неожиданно для себя обнаружили, важно оценивать ещё уровень стресса испытуемых. Особенно, если у вас испытуемые приходят не один раз. Потому что мы, например, обнаружили очень неожиданное взаимодействие между уровнем стресса и фазой цикла, которое, соответственно, в другой фазе цикла не наблюдалось. Если бы мы это не сбалансировали, то можно было бы получить абсолютно не то, что было правдой. Как, например, возможно, получилось в предыдущей работе авторов следующих менструальных циклов женщин. Дальше мы действительно не обнаружили никаких оснований считать, что у женщин с ПМДР нарушено торможение. Оно у них функционирует вполне штатно. Что гамма-частота модулируется, что её абсолютное значение, что её корреляции с возрастом, что вот этот индекс супрессии. Всё, в принципе, нормально. Нет никаких оснований, считаю, что что-то плохо. По крайней мере, в зрительной коре. Да, это важная ремарка. Но что мы считаем? Мы считаем, что симптоматика обусловлена именно не сниженным торможением, а конститутивно повышенным у этих женщин возбуждением, независимо причём от фазы цикла. И, возможно, именно это обуславливает то, что у этих женщин часто наблюдаются какие-то другие ещё коморбидные расстройства. То есть у них в целом изменён баланс возбуждения и торможения, но просто в лютеиновой фазе всё становится совсем плохо. Соответственно, при этом мы обнаружили, что в фолликулярной фазе этот смещённый в сторону возбуждения и торможения баланс более-менее контролируются. И у них даже, похоже, компенсаторно повышенный уровень торможения относительно контрольных женщин. Ну, там, конечно, тенденция, но, тем не менее, похоже, что примерно так. Почему в лютеиновой фазе вот эти компенсаторные механизмы недостаточны? Ну, полностью неизвестно. Может быть, какие-то ещё механизмы, другие торможения, которые мы не исследовали нарушены. А может быть, действительно просто слишком сильное возбуждение, которое просто уже не получается никак контролировать. Но в конечном счёте, да, это то, что можно было бы исследовать в дальнейшем. Вот. Ограничение, небольшой размер выборки. Невозможно оценить какую-то вклад коморбидных расстройств в ПМДР, да, потому что слишком мало людей, чтобы делить на какие-то группы, но это было бы интересно в дальнейших исследованиях. Вот. Интересно было бы ещё посмотреть на овуляторный период, потому что часто у женщин именно там начинаются уже какие-то симптомы. То есть что-то интересное есть и там наверняка. Ну и, конечно, у нас только зрительная кора. Тем не менее, интересно обнаружить, что даже в зрительной коре вот такие вот существенные изменения обнаруживаются. Вот. Ну и в конечном счёте, в принципе, больше всё это более-менее сказала, да, что мы считаем, что негативная симптоматика у женщин при ПМДР связана с конститутивно повышенным уровнем возбуждения в мозге, потому что в лютеиновой фазе у них это возбуждение превышает какие-то способности компенсаторного торможения, и возникают симптомы. Вот. Основания считать, что торможение у этих женщин нарушено, у нас, по крайней мере, по нашим данным, нет. Вот. Ну и наши знания помогают понять немножко больше как и об этом расстройстве, так и каких-то функциональных особенностей зрительного гамма-ритма. Очень извиняюсь, получилось чуть дольше, чем я ожидала, но спасибо за внимание. Спасибо. Очень интересный доклад. Да, во время доклада слушатели прислали вопросы в чат. Давайте я тогда озвучу их. Ну вот последний – это как насчёт других частот? Смотрели ли вы что-то на других частотах? Да, мы немножко начали смотреть. Точнее как, мы пока разбираемся с контрольными женщинами, потому что, на самом деле, естественно, вот как раз-таки с балансом возбуждения и торможения можно связать и альфа, например, альфа-осцилляции. Вот. Мы пока разбираемся с контрольными женщинами, потому что там довольно интересные эффекты, которые тоже ещё не описаны. Как раз сейчас готовим следующую публикацию на эту тему. Потом, наверное, посмотрим уже на женщин с вот этим синдромом, что уже как бы понимаешь, что всё-таки происходит в контроле, потому что там тоже много интересных эффектов. Спасибо. Следующий вопрос от Виталия Верхлютова. Модуляция гамма-ритма. Строили ли вы огибающую? Я просто хотел понять, что такое модуляция гамма-ритма в вашем понимании. Не-не-не, в нашем понимании она совсем проще. Не строили мы огибающую. То есть у нас всё, то, что я имею в виду модуляция, это то, как меняется, условно говоря, пиковая или взвешенная частота от одной скорости к другой скорости. Соответственно, мы можем по-разному оценивать как бы вот эту модуляцию. Мы в каких-то работах смотрели это просто как взвешенную скорость. В каких-то работах мы оценивали именно слоп, то есть как бы спад вот этой мощности гамма от одной скорости, то есть от медленной скорости к быстрой. То есть это очень простой подход. Это не огибающее. То есть это насколько возрастает гамма-ритм в зависимости от скорости? Да, во-первых, насколько возрастает, а во-вторых, насколько он потом падает. Да, потому что это два разных, на самом деле, процесса. Они независимые. А то есть это смотрелся по спектру, да? Да, да. То есть это четыре разных спектра для четырёх скоростей. Просто мы их объединяем так на одну картиночку, чтобы было информативно для одного человека. Но так это четыре отдельных спектра для четырёх отдельных скоростей. Скажите, а вот движение, движение решёток, это что значит? Они вращались там как-то у вас? Сейчас. Они движутся к центру. То есть есть вот такая статическая картиночка. Колечки движутся к центру. Да, да, да. Они просто вот так вот к центру идут, идут, идут. Они достаточно мало градусов угловых там, да? Очень частые такие. Да, да, да. И сколько вот этот рисуночек я видел испытуемый? Потом у вас идёт тёмный экран с точкой фиксации, да? Или без точки фиксации? Да, да. То есть экран предъявляется там разный интервал от одной и двух секунд до трёх, по-моему. Вот, чтобы не возникало привыкания. Затем интерстимул, да, с чёрным экраном. А сам вот этот весь квадрат стимул, он какая там угловой размер примерно? 18 градусов. То есть... Он большой. Большой. Это тоже важный фактор, потому что если вы делаете стимул меньше, у вас существенно падает амплитуда гамма. То есть он занимал где-то четверть экран, наверное, да? Нет, он вообще, он как на весь экран. На весь экран, да. Прям вообще, да, весь. Хорошо. Хорошо, спасибо. Маленькие стимулы, потому что не вызывают надёжного гамма. А в поведенческом эксперименте вот эта вот гамма-ритмская решёточка у вас, она тоже расширялась или просто разного размера была? Нет, это два разных размера, да, здесь уже активность мозга не регистрируем, поэтому здесь уже не так важно, чтобы они были большие. Один – это один градус, а большая решётка – это 12 градусов. У вас этот рисунок с мощностью спектра гамма-ритма, у вас там, где у вас нет движения, 0 градусов, да, у вас на 50 герц приходится как раз. Вот тут у вас по-другому нарисовано. В дополнительных материалах, кстати, у вас как раз вот этот пик приходится на 50 герц. И это просто случайно, вот тут, то ли там неправильно. Там, наверное, средние, это индивидуальные спектры, то есть статики просто… Да, конечно, мы считаем индивидуальные, они разные у всех. Вопрос такой, что насколько вот это гарантированная 50-герцовая наводка? Нет, это гарантированно не оно. Во-первых, мы, естественно, вычитали, во-вторых, этой наводки там практически нету, во-вторых, мы смотрим да, как бы разницу, то есть это, там нету пика, если вы посмотрите пики на разные скорости у разных людей, они очень разные, они не на 50 герц у всех, то есть это у кого-то там 30 герц, у кого-то 40, это еще коррелирует с возрастом, то есть это прям совсем гарантированно не наводка. Ну, обычные ферты делали, да? Да, да, да. Привет, профессор. Спасибо. Спасибо. А вот еще тут вопрос, какие результаты по второй контрольной группе, как я понял, это относилось к графику симптоматики в течение цикла. Вот. В смысле, результаты симптомов или что? Не поняла. Ну вот да, скорее всего, про этот график. Да, у нас контрольная группа не проходила этот тест, потому что на самом деле он довольно сложный, то есть это нужно обладать довольно серьезной мотивацией, чтобы каждый день там на протяжении практически полугода, да, там кто-то, ну, от трех месяцев, да, кто-то больше заполнял по разным причинам заполнять этот тест. Поэтому у нас и так был отсев в контрольной группе 50% из-за того, что надо два раза приходить, еще МРТ, еще гормоны сдавать, там еще, в общем, то одно, то другое, еще в определенные дни, короче. А, но с женщинами с ПМДР это было возможно, потому что они были заинтересованы в том, чтобы посмотреть, как, то есть им действительно нравилось вести этот дневник, потому что они как бы сами наблюдали за собой, вот. А у контрольных женщин такого бы не было, потому что, ну, что, у них там будут просто какие-то вспышки настроения там или того, что у них там происходит, вот. В общем, у нас просто был бы совсем большой отсев. Поэтому у нас только для ПМДР-женщин такой график. Спасибо. Вот на два оставшихся вопроса уже в основном ответили в чате, но я озвучу. Вот, почему бралось именно 26 вертексов, и насколько критично было решать обратную вообще задачу, можно ли что-то на сенсорах увидеть подобное исходное? 26 вертексов, скажем так, традиционно бралось, потому что ещё, сходя из первой задачи, ну, когда впервые зарегистрировали надёжно вот этот гамма-ритм с решётками, там брался как бы кубик вертексов, вот. Но у нас здесь на плоскости, поэтому там получилось, сколько получилось, где-то 26, и мы просто их продолжаем из работы в работу. То есть, если возьмёте 27 или 30, ничего глобально не изменится. Да, мы просто для какой-то репрезентативности, чтобы более-менее что-то повторялось, можно было сравнивать, уже придерживаемся этого числа. Вот. А то, что касается обратной задачи, да, ответ очень мощный, на сенсорах это тоже видно, причём как бы с учётом того, что известно, что это точно зрительная, первичная зрительная кора, как бы обратная задача несложно решает, ну, в том плане, что ты, если ты видишь зрительную кору, значит, ты уверен, что это ты правильно сделал, и на сенсорах, собственно, тоже всё это будет в нужном месте, то есть в затылках. То есть здесь никакой проблемы нет, это посмотреть на сенсорах тоже. Спасибо. Есть ли ещё вопросы какие-то? Такой вопрос. Может быть, вы встречали в литературе для других модальностей. Нет ли таких вот стимулирующих стимулов, например, для слуховой коры? Для слуховой есть, но он работает гораздо хуже, то есть у нас где-нибудь в 50% случаев где-то... Видеть чего это? Изменение частоты звука или что? Вот прям 100% не скажу, но там, по-моему, какая-то ритмическая активность, ну, то есть ритмические звуки определённые. В общем, смотреть в литературе, гамморитм при... Да, аудиторный, да-да-да. Спасибо. Ну, вот он просто менее надёжный, к сожалению. Так. Если больше нет вопросов, тогда давайте заканчивать. Виктория, спасибо ещё раз за замечательный семинар. Всегда рады видеть в качестве докладчиков или как просто участника семинара, наших семинаров. Спасибо большое. Спасибо участникам. Спасибо большое, очень интересно, да. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.